Всем привет, друзья, и в этом ролике мы с вами поговорим о топовом геймерском процессоре, а точнее i9-9900K. На самом деле это не просто геймерский процессор, это мультизадачный процессор, который потянет многие рабочие задачи, ну, короче говоря, тут говорить долго не надо, это i9-й процессор. Ну и на столе у меня неспроста стоит i7-7820X, дальше я вам расскажу почему. Ну а начну я нисколько с обзора этого процессора, сколько с одной поучительной истории, и даже не надо делать там этот блок Жизу и так далее. И вот самое интересное заключается в следующем, я записал тесты сначала i7-7820X, и дальше я расскажу почему вообще этот процессор, тут в этом ролике про этот процессор рассказываю. Ну а потом я перешел уже к тестам именно i9-9900K, помимо игр еще и рабочая задача и так далее. И вот одна интересная особенность, как только я установил этот процессор, температуры в разгоне до 4,7 ГГц, это в режиме турбобуста, температуры стали просто зашкаливать 100 градусов, типа я думаю, что не так с моим компом, я уже реально думал о том, что проблема какая-то у меня с водянкой. Потому что, как я и сказал, вначале я тестил 7820X и было все ок, то есть 70-65 градусов, ну все в пределах нормы. Но вот незадача. Что не так, что с моей водянкой? Я даже стал разбирать второй тестовый стенд для того, чтобы достать оттуда i7-8700K и установил i7-8700K. В надежде то, что все-таки Intel мне прислали не бракованный процессор, а что-то значит все-таки с моей системой. И на удивление, температуры того же i7 тоже стали зашкаливать. Я просто выпал в этот момент, потому что я, конечно, хотел верить, что Intel все нормально прислали, но все-таки я подозревал, что проблема в этом процессе. Но нет, нихуя. И вот я стал думать, в чем же действительно проблема? Потому что водянка же нормальная, ну не может быть проблема с водянкой. Смотрю, помпа качает, все ок, сильно не жужжит. И в этот момент я задумался, стоп, оно сильно не жужжит. Почему? Почему, когда температура процессора около 100 градусов, компьютер, блин, стабильно тихо работает? Тут я вспомнил, что когда я установил материнскую плату Z390 для тестов как раз вот этого i9, кстати, про материнку я дальше вам расскажу, я решил немного покопаться в биосе, в надежде то, что, во, круто, биос, блин, ASUS биос, он прикольный, потому что я сам на домашней компе, у меня Z170. И когда я установил эту материнку, я стал копаться в биосе, как я и сказал, и начал заниматься вертушками. Нет, я не чайник в биосе, я не чайник в настройке, но то чувство, когда ты не спишь порядка 50 часов, сказывается в итоге, и я нахуй не вертил, я по-другому даже назвать не могу. В надежде того, чтобы сделать компьютер максимально тихим, я все настройки вертушек, соответственно, сбил, и почему-то я в этот момент не подумал о том, что я же тестить буду i9, я же буду с турбобустом, то есть разогнанный процессор, повышенные частоты. И я думаю, блин, давай-ка сделаем тихий компьютер. А мораль всей басни такова. Друзья, перед тем, как делать какое-либо важное для вас дело, отоспитесь. Нельзя приступать к какому-то занятию, если вы не спали порядка 50 часов, и вы словно ходячий зомби. Просто, чтобы вы понимали, я на часа два просто мучился, не мог понять, в чем проблема, почему у меня процессор выходит в троттлинг, почему полная жесть своим тестовым стендам, все, у меня мозг начал разрываться, и только в последний момент я это понял. Вот, в чем была ошибка. Как вы поняли, ошибка была в том, что я не спал. Но мы переходим непосредственно уже к самому процессору, после поучительных крутых историй. Кстати говоря, если вы еще не налили чек, то рекомендую это сделать. А всем, кто налил, приятного аппетита. Итак, компания Intel прислали мне свой флагмановский, можно сказать, не можно сказать, он так и есть, флагмановский процессор на сокете 151 V2. Это i9-9900K. Сразу скажу, инициатором данной посылки была не компания Intel, а именно я. Я выпросил у них этот процессор на обзор. Сделал я это для следующего. У меня в тестовом стенде, если те, кто следит за каналом, знают, у меня стоит i7-7820X. Это старший i7 из поколения Skylake X. И вот самое интересное. Вот этот i9-й процессор имеет сокет не 2066, а 1151. Те, кто следят за железками, привыкли видеть то, что у i9-х процессоров, как правило, сокет 2066 и чипсет x299. Но тут Intel пошли по другому пути. И вот самое интересное. Эти два процессора имеют плюс-минус похожие характеристики. В обоих случаях у нас 8 ядер, 16 потоков, стоковая тактовая частота, 3,6 ГГц. Но разница, конечно же, есть. Этот i7-7820X поддерживает 4-канальный режим работы оперативной памяти. Этот же i9 максимум двух каналов. Ну а по поводу цены сравнения характеристик, вы сейчас видите все на своих экранах. Где-то вот тут я вам все расписал. Посмотрите. И как вы понимаете, в случае, если мы собираем с вами компьютер, топовый компьютер на 1151 сокете, то мы получаем то, что материнки, во-первых, дешевле на этом сокете, на чипсете Z370, Z390, всяко будут дешевле, чем на X299. И плюс цены этих процессоров. То есть получается следующее, то, что за определенную сумму, вот, допустим, то, что нужно купить материнку и этот процессор, и потратить чуть меньше сумму, именно купить, допустим, Z370 или Z390 и установить этот i9, вы получите за меньшие деньги большую производительность. И чтобы, друзья, показать более наглядно то, о чем я говорю, зайдем на e-каталог. Короче говоря, i9-9900 стоит в районе 47 тысяч рублей, в то время как i7-7820X вообще нет в продаже. Зацените, это последняя цена, которая была зарегистрирована. И да, к слову, по поводу подорожания самих процессоров от Intel. Мои прогнозы примерно такие, то, что к февралю примерно, к марту цены более-менее должны стабилизироваться. Но тут самое интересное, мы теперь переходим к чипсетам. Как вы видите, материнские платы на Z370 и Z390 стоят, как правило, намного дешевле, чем X299. И да, друзья, ссылка на e-каталог, процессор от Intel, процессор от AMD, тут же Рязань, все это будет в описании видео, обязательно загляните. Именно поэтому меня и заинтересовал этот процессор, потому что, во-первых, Intel никогда не выпускали процессоры i9 на сокете 1151. Это народный сокет. Я думаю, тут говорить ничего не надо. Сокет БШ-2066, это больше для энтузиастов и для тех, кого, ну, до хера денег. Это не совсем ко мне относится, просто у меня тестовый стенд, и мне необходимо иметь материнку на этом чипсете для того, чтобы тестить, соответственно, процессоры. И вот тут внезапное происходит, Intel все же выкатывает i9 на 1151. Ну и, само собой, следом выкатывает и новый тип материнок, чипсет Z390. Кстати говоря, спасибо компании Asus, которая прислала мне эту материнку для этого видоса. Я вам расскажу про эту материнку. Ну а сейчас, друзья, разглагольствовать не будем, и переходим непосредственно уже к самим тестам. Итак, друзья, тест номер один, Cinebench. Начинаем мы с более таких рабочих тестов, и игры будут чуть позже. Я провел на каждом процессоре три теста. Разница между этими процессорами составила около 11%. Само собой, i9 фаворит. И да, по поводу частот, у i9-9900K 4.7 ГГц, у i7-7820X 4.5. К слову, справа вы можете увидеть результаты тестирования i7-8700K. Собственно, вы видите все сами. Итак, друзья, тест номер два, Sony Vegas 13. Визуализация небольшого проекта, где есть простенькие спецэффекты и переходы. Сначала тест с выключенной поддержкой видеокарты. В этом случае прирост составил в районе 8,5%. Ну а теперь делаем все то же самое, но с включенной функцией поддержки видеокарты. Разницу вы видите сами. Следующая игра на тесте, это Assassin's Creed Odyssey. В Full HD разрешении, минимальные настройки графики. Почему я тестирую на минималках? Да, все просто. Если мы будем тестировать на высоких или на ультрах, то все будет упираться, соответственно, в саму видеокарту. И тут мы видим действительно хорошую разницу между этими двумя процессорами. Я даже проценты высчитывать не буду, потому что и так все, в принципе, понятно и видно. Кстати, пару слов о тестовом стенде. Материнку я вам показывал, которая используется в тестах с i9. В роли видеокарты RTX 2080 Ti от Asus. А в роли оперативной памяти 4 плашки по 8 гигабайт. Оперативка от компании Jail. Следующая игра Battlefield 5. Настройки те же самые, Full HD там, минималки и так далее. Вообще, друзья, я хочу поговорить немножко о другом. Все тесты, 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 какая-то тягомотина. Многие, наверное, не понимают, что вообще за хрень происходит на экране. А вот что я хочу сказать. Я смотрел у некоторых блогеров обзорчики и так далее уже на этот процессор. Есть такой блогер Игорь Морозов. И вот у него под роликом я прочитал один интересный комментарий. Я хотел бы этим комментарием поделиться с вами. То есть, да, я не только у себя считаю комментарии под видосами, но еще и у других блогеров. Я прочитал, я действительно задумался. И я думаю, что автор прав. Но действительно, есть люди, которые собирают себе компьютеры не тупо для игрушек там даже, либо просто для рабочих задач, а просто на будущее. То есть, для того, чтобы через 3 года не сказать, что все, мой ПК превратился в ткво, и, соответственно, нужно полностью все менять систему. А чтобы компьютер работал, как минимум, лет 5, а то и больше. И да, если вы себе собираете подобный компьютер, то i9-9900K я бы мог бы запросто рекомендовать. В общем, ладно, это все лирика, и как всегда, во время тестов меня занесло в гнифте дебри. Смотрите следующий тест. Far Cry 5. Минимальные настройки графики, Full HD разрешение. Вот чего-чего, а от Far Cry 5 подобного я не ожидал. Самая большая разница между этими двумя процессами проявляется как раз-таки в этой игре. Озвучивать цифры какие-то бессмысленно, опять же, все видно прекрасно на экране. Я тут уже... Блин, наша полномочия на этом все. И вот, продолжая прошлую дискуссию, я еще хочу одну вещь сказать. Сейчас меня многие поддержат и подтвердят эту инфу. Люди, которые сидят на простеньких и стареньких системах, зачастую не покупают новые какие-то процессоры, новые материнки. А они смотрят под эти сокет, вот у меня там, допустим, 1156 сокет, вот, надо вот такую-то получше процессор искать. И вот, что может случиться с этим i9-9900K. Через, возможно, там лет 5-6, я не знаю, там, сколько времени должно пройти, сколько поколений уже у Intel процессоров выйдет. И, возможно, этот сокет 1151v2 будет уже, ну, устаревшим говном мамонта. Через некоторые годы, возможно, они начнут апгрейдиться как раз-таки на 9900K. Потому что, опять же, это, возможно, будет дешевле, по производительности будет намного лучше. Но, опять же, в соотношении потраченного рубля. Но это так, мысли вслух, еще неизвестно, сколько этот процессор будет стоить на вторичке, там, через 6 лет. Но, надеюсь, не так дорого, как сейчас. Я просто, я не хочу ничего ругаться, ничего говорить про цены. Но я очень верю и надеюсь, что через 3-4 месяца цены стабилизируются. Ну, а вместо того, чтобы говорить о ценах и портить все настроение, лучше взглянем на материнскую плату от Asus, которую мне вот прислали они для этого видоса. И достаточно неплохой оперативной память. Это ROG Maximus 11 Formula. Если вы знакомы с материнскими платами из линейки Maximus, то вот все плюшки Maximus содержатся тут. Далее, дисплей. То, что вы видели, когда я вам показал тестовый стенд. То есть, теперь вы можете играть и смотреть на температуру вашего процессора. Я не знаю, как бы... Ну, да. В конце концов, почему бы и нет? Да и просто на этот дисплейчик можно вывести разные картиночки, разные показатели. Но это все фигня по сравнению вот со следующим, что я вам покажу. Это возможность установки кастомного водяного охлаждения. То есть, да, по сути, вы можете установить кастомную водянку сразу на видеокарту, на процессор и на саму материночку. На этой материнке, как и в целом на Z390, присутствуют разъемы под светодиодные ленты. Там идет адресуемые, неадресуемые светодиодные ленты. Все можно настроить под RGB. И вот конкретно у этой материнки все будет поддерживаться в системе Asus Aura. Также тут есть еще одна фича, про которую Asus попросили меня обязательно рассказать. Это аудиосистема. Тут аудиокодекс SupremeFX S1220A, а также Sonic Studio 3. Короче говоря, чтобы не морочь вам голову лишними терминами, объясню. Эта аудиосистема является максимально лучшей для геймеров. Чтобы четко с точностью до каждого градуса могли вычислить, откуда идут шаги, с какой стороны и так далее. Ну вот самое интересное. Z390. Интерфейсы. Какие же интерфейсы подключения? Перечислять я попросту их не буду, потому что это полный трендиад. Помимо того, что вы видите, еще в комплекте идут антенны. Wi-Fi. Мелочь, но очень приятная. Ну а по поводу же оперативки, которую вы видели, то, как я и сказал, это 4 плашки по 8 ГБ с тактовой частотой 3000 МГц. Это Jail Super Luce. Luce. I wear bad speak English. Короче говоря, эта оперативка поддерживает также систему Asus Aura. То есть, грубо говоря, вы сможете настроить абсолютно все, что вам нужно в одной единой программе. Какие выводы в итоге я могу сделать? А выводы, друзья, следующие. Если вы себе собираете компьютер на топовой системе, если вы планируете себе там RTX 2080 Ti, понятное дело, там, если у вас 1050, это не имеет смысла сказать. Ладно, все. Это уже какие-то баянистые шутки пошли. Так вот, если вы планируете себе собрать топовый геймерский компьютер за делом на кучу лет вперед, и вам нужен процессор еще для рабочих задач, для стриминга, там, я не знаю, для, короче, чего только угодно. Если вы хотите чутка сэкономить денег, то i9-9900K все-таки будет ваш выбор, потому что вы сэкономите на материнке, вы сэкономите деньги на самом процессоре, и в итоге получается по производительности даже лучше. Сейчас, конечно, выходит новая X-серия у Intel, посмотрим, что это в итоге будет, но на данный момент вот что имеем, то имеем. Ну, я думаю, на этом все, мы, в принципе, обо всем поговорили, кстати говоря, а по поводу ПК на прокачку, все, почти все железо наконец-то уже ко мне приехало, счастливым обладателем. Я не буду говорить, кто будет, я уже чуть не проспойлерил. Вы очень скоро увидите ролик, я думаю, что где-то, наверное, через неделю я поеду уже к человеку, я не помню, говорил, куда я поеду, не помню, серьезно, спойлерил это или нет, но это будет в районе под Курском, то есть мне ехать порядка тысячи километров, это жесть, вот. Но, ладно, блин, круто, все равно будет. В общем, скоро будет видос на эту тему. Ну, а на этом все, друзья, с вами был Бригман, всем удачи до новых встреч, увидимся совсем скоро. Всем пока, друзья. Не, с удовольствием, конечно, купил рубашку, но я говорю, я весь торговый центр обошел, просто ничего нету. Моя рубашка, походу, еще лет 10 будут сниматься. Моя рубашка, походу, еще лет 10 будут сниматься.